Чтобы прикоснуться к ее личным вещам, люди готовы сутки стоять в очереди. День, когда она стала матерью, празднуют во всем мире. А ее ребенок стал самым известным человеком в истории. Ее называют по-разному. Богородица, Царица Небесная, Пресвятая Дева или Утешительница. Но что мы о ней знаем? У каждого из нас есть в голове сложившийся образ Божьей Матери. Хотя на самом деле о ней почти ничего не сказано в Библии. На страницах Писания она упоминается всего несколько раз, да и то вскользь. Эти упоминания обезличены. Они рассказывают о ее поступках, а не о ней самой. Что они об этом говорят? Что Иисус родился от женщины. И все. Больше ничего не сообщает, даже имени. Вот это, конечно, важная информация, но недостаточная для человека любопытного. Новый Завет – это суть учения Христа, а не биография. Говорить мало о конкретных людях – это общепринятый принцип Евангелия, чтобы не отвлекать от главного. Из Библии нельзя точно узнать, о чем думала, о чем мечтала. В конце концов, как выглядела или где жила Богоматерь? Вот женские вопросы. Еще в каком платье была одета, конечно. Мать-одиночка – это замечательно. Драматичная жизнь, тяжелое испытание для нервов, для всего. Но мы попробуем представить себе ее жизнь. Это поможет нам лучше понять суть подвига Богородицы. Мы привыкли ее воспринимать Царицей Небесной, а ведь она прожила земную жизнь. И, как любой из нас, сталкивалась с заботами, радостями и страданиями. Так какой была жизнь Богородицы? Если переходить на современные термины, то вкратце ее можно было бы описать так. Раннее сиротство, жизнь при храме, подозрение супруга в измене. Это начало жизненного пути Пресвятой Богородицы. А потом – издевательство толпы над сыном, его мученическая смерть и долгие годы жизни без него. Даже детство Марии не было счастливым. Только представьте, уже в три года она лишилась родительского тепла и заботы. Согласно преданию, она родилась в одном из пригородов Иерусалима. Место, где, как считают, находился ее дом, расположено в старом городе вблизи львиных ворот. Правда, о конкретной точке православные католики спорят до сих пор. Поэтому католические и православные храмы, построенные как бы на месте родного дома Марии, стоят на расстоянии 70 метров друг от друга. Православный храм посвящен святым Иоакиму и Анне. Так звали родители Богородицы. Под зданием монастыря находится древняя пещерка. В то время все дома располагались в естественных пещерах в толще скалы. Считается, что именно в этом месте родилась Мария. В пещере тесно и прохладно. От повышенной влажности дышится с трудом. Сложно представить, что люди здесь не только жили, но еще и рожали детей. Паломники, приходя сюда, обязательно поют церковные гимны и прикладываются к иконе. Якиманка. Один из самых известных и престижных районов Москвы. Мало кто помнит, почему он так называется. В честь родителей Богородицы. Район назван в честь улицы Якиманки, где когда-то стоял храм Иоакима и Анны. В народном языке все слилось в одно – Якиманка. Храм был закрыт в 1939 году, а спустя ровно 30 лет его взорвали. Но название улицы сохранилось. Удивительной иронии судьбы – храм Иоакима и Анны пережил нашествие Наполеона. А в мирное время конца 60-х не устоял перед советской властью. Недалеко от католической церкви святой Анны в Иерусалиме начинается крестный путь Спасителя. Так уж сложилось. Знаковые места в жизни Богородицы находились рядом. Здесь она родилась, выросла, была обручена. И здесь же испытала самые страшные страдания в своей жизни. Это город Иерусалим, который находится как бы в центре мира. Он находится в центре мироздания, в центре вселенной. Все эти события сужены до границ города Иерусалима. Мария была поздним ребенком у родителей. Они долго вымаливали ее и дали обет посвятить девочку Богу. 4 декабря православные христиане отмечают особый праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Считается, что родители Марии, когда ей исполнилось три года, отдали ее в Иерусалимский храм. Там она росла и воспитывалась. Праздник называется «Введение во храм». Хотя историки говорят, что в сам храм женщины попасть, но никак не могли. Ни о каком пребывании женщины в Святая Святых храм речь идти не может. Вообще ни о каком человеке, кроме как первосвященнике, и к тому же один раз в году он мог входить в Святая Святых. Скорее всего, имеется в виду другое. Никто из исследователей не отрицает, что при храме было что-то вроде интерната или школы для девочек. При храме Иерусалимском, особенно после того, как царь Ирод его перестроил, действительно была некая школа для благородных девиц. Наподобие, скажем, школы в Смольном, Санкт-Петербурге, где воспитывались будущие жены священников. И сегодня это исторический факт, доказанный на основании, во-первых, свидетельств исторических и письменных источников. И мы с уверенностью можем сказать, что именно там и занималась Богородица, именно там она и обучалась. Но ведь не так уж и важно, внутри или снаружи храма воспитывалась Мария. Важно то, что она росла в религиозной среде. В какой же храм ее отдали? На самом деле, в Иерусалиме храм в то время был всего один. Располагался он в 15 минутах неспешной ходьбы от дома родителей Богородицы. То, что осталось от этого храма, видел почти каждый турист, побывавший в Израиле. Стена плача – это как раз часть стены, которая ограждала храм. Другое ее название – Западная стена. Иерусалимский храм был разрушен римлянами в 70-м году. Сбылось пророчество Иисуса. Камня на камне не останется. Сегодня это святое место для иудеев. В дни еврейских праздников кажется, что здесь собрался весь Иерусалим. И в этом месте соблюдаются определенные правила. Мужчины и женщины молятся отдельно. Общаться между собой могут только через стенку. Во все трещинки стены на уровне человеческого роста воткнуты записки. Так иудеи адресуют Богу самые сокровенные желания. Раз в месяц их вынимают и хоронят на Масличной горе. Традиция оставлять записки есть и у христиан. Многие наши паломники вкладывают кусочки бумаги с просьбами в трещинки храмов на Святой Земле. Мария закончила храмовую школу для девушек. Здесь учились лучшие из лучших. Окончив эту школу, можно было успешно выйти замуж за священника или представителя знатного рода. Так что Мария со временем могла стать завидной невестой для многих юношей и занять высокое положение в обществе. Безусловно, она могла стать женой священника, и там, в принципе, готовили девочек для этого. И нельзя забывать о, можно так сказать, происхождении самой Пресвятой Богородицы, потому что мы знаем, что она была из дома и рода Давидова. Но, как мы знаем, замуж Марии вышла не за молодого столичного красавца, а за пожилого Иосифа из Назарета, в те времена глухой деревни. Ну, начнем с того, что она такая деревенщина, он родом отсюда. Помните, когда перепись прикверения происходит? Он сюда приходит, здесь на место прописано, значит, он прописан все-таки в Иудее, в Иерусалиме. Мне так никакая не деревенщина. Как же ее могли выдать замуж, если она хотела посвятить себя Богу и остаться при храме? Стать монахиней, сказали бы мы сегодня. Матерь Божия просто настолько любила Бога, что она стремилась во всем быть Ему верной. Ведь, подумай, она не хотела выходить замуж. Тогда это было неслыханно и невиданно. Экзотика величайшая. Потому что обет безбрачия – это реальность в целом более поздних христианских аскетов, монахов. А в обычном иудаизме предполагалось, что благословение Божие распространяется через детей. И у меня детей хорошо. Между прочим, вот эта фраза, которую Бог говорит в первой главе книги «Бытия», «Плодитесь и размножайтесь», в иудаизме часто понималось, как заповедь, а не просто благословение. А Матерь Божия не мечтает об этом. Она хочет остаться навсегда в ветхозаветном храме и сообщает об этом священникам. То есть ее идеал действительно выше обычного идеала даже благочестивой женщины. Она хотела для себя совсем другой жизни. Правда, в тот момент она даже не подозревала, какие страдания будут ожидать ее на этом пути. Но оставить при храме Марию не могли. В 12 лет она достигла совершеннолетия. И по законам того времени должна была либо вернуться в родной дом, либо выйти замуж. К этому моменту она была круглой сиротой. А жить одна в древней Иудее молодая женщина не могла. Совет старейшин решил выдать Марию замуж. Это иудейская религия, где каждая девушка должна была выйти замуж. Родители, как правило, договаривались между собой, в смысле будущего жениха и будущей невесты. Так что, в общем-то, своего рода контракт, хотя контракт никаких тогда не было, естественно, а соглашение уже заранее определялось. И никто ни ее не спрашивал, ни его не спрашивал. Итак, почему же Иосиф стал ее мужем? Старейшины выбрали 12 человек, которые могли претендовать на руку Марии. Выбирали не из самых молодых и красивых, а представителей 12 определенных родов. Иосиф был из рода Давида. Посохи приглашенных мужчин были оставлены в храме. А когда за ними пришли, увидели, как один из них расцвел. Посох принадлежал Иосифу. Это и стало для всех знаком Божьим. Трудно предполагать, чтобы думать, чтобы ее отдавали замуж именно в полном смысле этого слова. По церковному преданию он был очень уже почтенных лет, Иосиф. Это не какой-то был молодой мужчина. Вот. Это первое. Второе. Второе очень возможно, что он был действительно человек, который отличался своей, я бы сказал, праведностью. То есть выдавали уже в надежные, как говорят, руки. Иосиф Обручник, именно его сущность – это опекун. И он прекрасно справился с своей задачей. Недаром его причислили к лику святых. То есть замужество Марии было, как говорят, для галочки, чтобы соблюсти местные традиции. Подразумевало, что Иосиф будет заботиться о ней как отец, а не станет ее мужем. Речь шла о том, что она, получив необычное детство и отрочество, не должна была быть брошена. Старейшины и священники приняли решение отдать ее под опеку, чтобы, ну, как будто как бы божественное присутствие ее не оставляло. Ну, представьте себе ситуацию, когда ребенок растет не так, как все остальные. И, значит, и дальше, если его поместить обратно в среду, это будет психологическая ломка. Поэтому священники приняли решение, что она и дальше должна жить в оранжерейных усвоях. Мария переезжает в Назарет, в дом мужа. По сути, она едет из центра иудейского мира, из Иерусалима, в глухую деревню, которой на карте того времени вообще не было. И это тоже своего рода акт смирения. Именно здесь, в Назарете, произошло событие, которое мы сегодня называем Благовещением. Эту историю знают многие. Марии явился ангел, предсказал рождение Иисуса. Но вот простой вопрос. Сколько лет было Марии, когда она родила? Оказывается, 16. Современные девушки в это время только переходят в 10 класс. И большинство даже не думает о замужестве, а тем более о рождении детей. Но в древней Иудее все было иначе. Яку презре на смирение рабы свои я. Вот за что она удостоилась стать Богоматерью. И что действительно составляет ее величайшее достоинство и красоту. Иосиф был плотником, который часто уезжал из дома, как мы говорим, на заработки. И в момент Благовещения его не было дома. Вдруг он обнаружил, увидел, что она не праздна. Ну, то есть она беременна. Он же обнаружил это. Ну, обнаружилось, что она беременна. Для него это удар. Он думает, что она согрешила. И он находится в терзаниях. Потому что ему придется нести ответ перед старейшинами. Либо он сам это сделал, либо не уследил. Ну, поди, объясни, что это не так. Вы подумайте, насколько вообще, если на эту историю посмотреть со стороны. Со стороны, ну, современного нерелигиозного человека. Ну, подумаешь, молодая девушка. Неизвестно, кто отец. Какое отношение к ней в обществе? Плохое. Ее, естественно, будут называть всякими нехорошими словами. И, естественно, за спиной мужа показывать вот так. Это все ясно. И здесь Мария ждет новый виток страданий. От подозрений Иосифа. Она клянется, что она ни в чем не виновата. Дул Господень сходит и объясняет ему, что произошло. Иосиф не был бы Иосифом, если бы он не поверил. Тогда бы он был каким-то совершенно другим человеком с другой судьбой. Он принял на себя ответственность по этой вере. Тем самым он спас ее от смерти. Древние законы были гораздо более суровыми. Даже сегодня эта ситуация выглядит возмутительной. А тогда за измену ее могли убить. Если бы это стало известно, то ее побили бы камнями. Это каралось смертью. Там были очень простые обычаи. Мария и Иосиф приняли указание ангела беспрекословно. И выполнили все с точностью. В этом и есть особенность праведников. Может быть, именно за свое смирение они и заслужили право воспитывать Бога. Она стала Божьей Матерью потому, что, оказывается, имела то, ту чистоту, то смирение, равному которому вот еще не было в человечестве. Ведь нас чуть-чуть только повыше поставят, и мы с ума сходим. Богородица. Земной путь. Как при жизни выглядела Мария, и где она жила с ребенком Иисусом? Какие личные вещи Богородицы хранятся в российских храмах? И почему молитвы, произнесенные в Дивеево, Божия Матерь всегда услышит? Мы благословенны среди женщин и благословен плод твоего чрева. Все, кто ходит в церковь, слышали эти слова. Но где и почему они были впервые сказаны? Их произнесла Елизавета, родственница Марии и мать Анна Предтечи. По преданию, эта встреча произошла в Иерусалимском районе Айнкарем. Куда Пресвятая Богородица пришла после Благовещения, чтобы приветствовать свою родственницу Елизавету, которая тоже ждала сына. От Назарета до деревни Эйнкарем почти 140 километров. И это не просто дорога, а дорога в гору. Когда Священное Писание говорит о Иерусалиме, о том, что кто-то идет и направляется в Иерусалим, оно всегда практически говорит, что человек восходит в Иерусалим. В Иерусалим нельзя просто идти, туда можно только восходить. Она спешит к ней. Спешит, потому что хочет, скорее всего, поддержать Елизавету. Мы знаем, что Матерь Божия очень отзывчива и искора на помощь, даже и сейчас, когда мы молимся ей, а тем более при жизни это так было бесспорно. И она спешит к своей родственнице Елизавете, чтобы побыть с ней в этот трудный период последних трех месяцев беременности. Богородица прожила здесь три месяца до рождения Иоанна. Позже его назовут Иоанн Предтеча, креститель Господень. Сегодня на месте сада, где жили Захария с Елизаветой, родители Иоанна Предтечи, стоит православный Горненский женский монастырь. Это самый большой православный монастырь на Святой Земле. Сегодня в Горненском монастыре живет около 80 сестер. Все из стран бывшего Советского Союза. В монастыре принимают трудниц. Они могут жить и трудиться здесь несколько месяцев. Горненским монастырь называют, потому что он расположен на горе. Главный храм обители, храм всех святых, стоит на самой высокой точке. К нему ведет крутая длинная лестница. По преданию, именно здесь, по тропинкам этого склона, вместе гуляли Мария и Елизавета. Здесь была Богородица. Но как она выглядела? Вот женские вопросы. Еще в каком платье была одета, конечно. Существует несколько икон, написанных по преданию апостолом Лукой при жизни Богородицы. Но по ним судить о внешности Богородицы, конечно, нельзя. Икона – это все-таки не портрет. Это символ. И у него другие задачи. Картина, может, более точно вам покажет портрет. Но мы говорим, нет, это икона письма или кисти апостола Луки, врача. Сохранилось описание Богородицы, которое сделал церковный историк Никифор Калист. Вот что он пишет о внешности Марии. Она была среднего или немного выше среднего роста. Волосы золотистые, глаза быстрые, цвета маслины. Брови дугообразные и черноватые. Нос продолговатый, губы цветущие, лицо не круглое и не острое, а несколько продолговатые. Руки и пальцы длинные. На большинстве русских икон мы привыкли видеть изображения светлокожей женщины с русыми волосами и цветом глаз от голубых дакарях. Но если посмотреть на иконы Богородицы из других стран, то можно увидеть, она везде разная. Ну так людям понятнее. То есть она выглядит так, как хочет верующий человек. Она олицетворяет идеальное представление матери. Я видел индейские иконы в Северной Америке, в православных индейских храмах. Это потрясающе совершенно, завернуто с пером, завернуто в одеяло с таким профильным, соответствующим. Да, ну такая, да-да, с боевой раскраской. Мачингачгулка, все нормально. Библейскую историю святого семейства знают многие. Рождество, бегство в Египет от Ирода, возвращение в Назарет через три года. Трудно представить, но Марии к тому времени было всего-навсего около 20 лет. Как жила Богородица с момента возвращения в Назарет и до распятия Иисуса? Иосиф и Мария жили в Назарете. Дом святого семейства, как и все дома того времени, скорее всего находился в пещере. Сегодня на месте, где когда-то был дом Девы Марии и Иосифа, стоит храм Благовещения. А неподалеку от храма сохранился колодец, куда Мария ходила за водой. Вода в колодце считается святой. После рождения Иисуса Мария сразу столкнулась со многими проблемами. Они знакомы каждому. За две тысячи лет в этом плане мало что изменилось. Во-первых, появление дополнительного наследника могло ополчить против нее родню Иосифа. Во-вторых, она стала мачехой для его старших детей от первого брака. И только самый младший из них, Яков, полюбил Марию как вторую мать. А младенца Христа сразу признал братом. Кстати, Яков стал помогать Марии, когда она овдовела. А Иисус был еще слишком мал, чтобы зарабатывать самостоятельно. После смерти Иосифа стесненность в средствах станет еще больше. И Марии придется прилагать все больше усилий, чтобы поддерживать маленькое скудное хозяйство. Там особого наследства, я полагаю, не было. Они все получили специальность отца, Иисус в том числе. Иисус же не претендовал на то, чтобы возглавить фирму отца. Он занялся совсем другим делом, мы знаем, да? В Библии есть известный эпизод, как во время казни Иисуса римские воины делили его хитон. Его показывают во всех фильмах о Христе. На первый взгляд это выглядит нелепо. Кому нужны тряпки бедняка? Но оказывается, хитон был непростой. Это был хитон без швов, который сыткала для сына Марии. По всей видимости, она была искусной рукодельницей. Этот подарок матери Христос будет носить до самой смерти. Она растит сына, занимается хозяйством и зарабатывает деньги. Но бытовые проблемы – ничто по сравнению с тем, что творилось в ее душе. Каждая мать, глядя на своего ребенка, мечтает о светлом будущем для него. А Иисуса ждало впереди совсем другое. Мария прекрасно об этом знала. И каждая минута материнской радости оборачивалась в сердце страданием. Ей самой оружие пройдет сердце. И на такие слова употребил Семен Богопримец, давая ей понять, что она станет свидетельницей вот этой страшной Голгофы. И она сама будет присутствовать во время распятия. Вот с момента его рождения Божья Матерь знала об этом кресте, о Голгофе, о той участи, которая ждет ее сына. Понять ее состояние может только тот, кто сам когда-то потерял ребенка. Ну, страшно к ней такое вот, да. Был 14 лет девочки. Мы приехали с моим мужем. Это его единственная дочь. Я просто еще очень сильно переживаю. Очень много плачет, ставит свечи. И за упокой дочери, и за здравие детей. И я думаю, что после этой поездки, я думаю, что очень многое изменится в его жизни. Алла Ваникова знает, что это такое, когда ребенок больше никогда тебе не улыбнется и не скажет мама. Алла и Валерий приехали в Иерусалим через три месяца после гибели их 14-летней дочери Валерии. 30 июня в городе Ростове-на-Дону был очень сильный ливень. И он случился, он шел, всего эта стихия шла 22 минуты. В эту стихию попала моя дочь. На Ростов обрушился ливень такой силы, что улицы в один миг превратились в бурлящий поток, который сносил все на своем пути. Жертвой этой стихии стала 14-летняя девочка. Трагедия произошла в центре Ростова на проспекте Буденовском. То ли ее сбила машина, то ли она подскользнулась, но ее затянуло под автомобиль. Горе было, конечно. Я даже не передам и никому не желаю такого горя. Эта поездка на Святую Землю помогла Алле и Валерию многое понять. И страдания Богородицы стали особенно близки. Я просто от этих икон не отхожу. От Богородицы я вообще не отхожу. Я теперь понимаю ее как мать, что она испытала, когда она стояла на горе и видела, как погибает ее сын, наш Господь. Я... Мне нет слов, честно. Что бы ни происходило в ее душе, Мария исполнила свой материнский долг. Она была идеальной мамой. А что же Иисус? Каким он был сыном? Он Бог. Он-то знает, кто он. Он знает, для чего он пришел. Он. Это солнце, да, вот выше, выше всего. И он в подчинении у простой земной женщины, у мамы. Он должен ее слушаться. Для меня это непостижимо. Мария не знала родительского тепла. Но, судя по всему, была окружена заботой сына. Иисус свято чтил заповедь, почитая отца твоего и мать. Он слушался родителей и был, как сказали бы мы, примерным ребенком. Иисус серьезно относился, например, к финансовой поддержке родителей. Скажем, есть сцена, где он возмущенно говорит некоторым фарисеям, что они напрасно совершенно одобрили ситуацию, когда некий человек пожертвовал на храм, пожертвовал Богу деньги, которые могли пойти на содержание родителей. Иисус отозвался от этого события крайне резко и с возмущением. Я скажу вот так, что понятным языком, вот когда у вас есть родители, любой ребенок понимает, что, сделав больно родителям, ему где-то стыдно бывает, да? Вот если мы в такой проекции будем относиться, хотя бы даже на своем самом простом уровне, я не говорю уже про людей глубоко духовных и верующих, вот на таком уровне бояться обидеть небо, обидеть Бога, потому что Он ровно такой же, Он нам дал все. В 30 лет Иисус фактически бросает вызов обществу. Он приступает в вековые традиции своего народа. Бросает работу, покидает семью и уходит в пустыню. Многие считали Его сумасшедшим. Как же все это воспринимала Мария? Когда Иисус вышел на проповедь, Мария не препятствовала Ему, она смирилась. Многие из нас смогли бы принять такое положение вещей. Особенно, если знать, что остались последние годы общения со своим сыном. У Иисуса было очень много смертельных врагов. И что любой наблюдатель может сказать так, если не произойдет чудо, этого человека убьют. Поэтому вполне возможно, что она оставалась дома, переживая колоссальные треволнения относительно сложившейся ситуации. А что плохого в смиренности, в выборе некого пути, она с него не свернула. Это поступок. Я думаю, что в принципе, Богородицей должны гордиться все женщины. Ради нашего спасения она фактически лишила себя общения с сыном в последние годы жизни. Отпуская его на проповедь, она знала, что сын больше не вернется в семью. Мария отходит от него, чтобы вернуться с правами матери только в страшный голговский час. В часы крестных мук и в минуту смерти она будет рядом. В Новом Завете есть эпизод, смысл которого становится понятен не сразу. Просто он касается не столько Иисуса, сколько его матери. Кана Галилейская, деревня, где, согласно Евангелию, Иисус совершил первое чудо. Превратил воду в вино. Виш, у вас, я вижу, тянет к напиткам каким-то такое. К спать вообще-то. Да, все ясно. Сразу же и в Кану Галилейскую. А пили вино из Канны Галилейской? Пили? Правда? Вкусное? Невкусное? Странно. По-моему, очень вкусное. А вы тоже пили? Я, конечно, пил, да еще бы. Как же не пить, да. Все, кто был здесь, стараются не только попробовать местное вино, но и купить с собой. Кто сколько увезет. Кана расположена в десяти километрах от Назарета. И это одно из мест паломничества христиан. Сегодня здесь находится церковь первого чуда. То, что мы называем началом общественной деятельности Иисуса, теснейшим образом связано с Девой Марией. Считается, что Иисус не начал бы свое общественное служение, если бы сама Богородица не попросила его об этом. Иисус с матерью пришли на свадьбу. Во время праздника у молодоженов закончилось вино. Нужно было чудо, чтобы спасти их от позора. И Мария просит сына помочь. Она сказала Иисусу Христу, вина не имеют. Видимо, жених был бедный. Но немножко приготовили вина, конечно, как же свадьба без вина. А в те времена, как и у нас, деревенские свадьбы, кто приглашен? Все приглашены. Кто не придет? Все. Приглашенный человек. Всех угощают. И жених, видимо, был не очень-то богат. Она увидела это и уже, значит, знала, почему к нему обратилась. Сказала, вина не хватает. Иисус сначала отказывается, ведь до сих пор он был всего лишь учителем или проповедником, каких в древней Иудее было сотни. Но совершенное чудо открыло бы в нем божественную сущность. И все бы поняли, что перед ними необычный человек. А это первый шаг на пути к Голгофе. Несмотря на то, что еще не пришел час, несмотря на то, что еще он не может себя открыть людям, но все-таки отказать ей он не может. Бог готов нам помочь во всем, в том числе и в наших земных нуждах, потому что мы не только душа, но и тело. Вы что думаете, Христос сидел там в углу, смотрел на этих, которые там празднуют, и говорил, о, греховодники. Да ничего подобного. Я не сомневаюсь, что он пел и песни пел вместе со всеми. Событие в Кане для христиан всего мира означает, что Иисус никогда не откажет Богородице. С какой бы просьбой не обратился человек к Богу, если его молитву поддержит Богородица, Иисус непременно исполнит. Заступница людей перед Богом. Вот кто такая, по сути, Мария. И когда мы молимся к ней, то мы говорим, что даже если мы согрешили, мы не достойны милости Божией, попроси сына твоего, он тебя услышит. За помощью к Богородице обращаются намного чаще, чем к любым другим святым, поэтому ей посвящено так много храмов, поэтому написано столько ее икон. Ну, то, что вы сказали, что в нашей стране так почитают, это и верно, и неверно. Потому что и в других странах, православных, по крайней мере, она почитается, я думаю, и не меньше. А если уже говорить о католичестве, то там вообще Божью Матерь уравняли с самим Христом. Вот так. На одном уровне. А об особом почитании Богородицы в России лучше всего говорит количество ее икон. В церковном календаре их около трехсот. Получается, что почти каждый день церковь отмечает праздник одной из икон Богородицы. Вы знаете, мне кажется, что это связано с тем, что Россия женская страна. и Россия. И, соответственно, люди в России, русские, выбирают то, что им ближе к сердцу. А Богородица, она настолько теплая, что ты не можешь, скажем так, сильно бояться этой силы, потому что реально же это сила. Вот я думаю, что это ощущение женского начала России и Богородицы, как женщины, оно единит русских и Богородицу, и обращение к ней очень, скажем, такое, как бы, как у ребенка, к матери, наверное, так. Матери имеют все доверительные отношения к настоящей матери. А уж если это мать сына Божия, то тем более. Понимаете? Потому что сколько мы можем иметь названий икон Божией Матери? утолимые печали, всех скорбящих радости, Казанская радость и всех радостей. Так что, поэтому и обращаются. Война или эпидемия православные выходят на крестный ход с иконой Богородицы. На Бородинском поле Кутузов и вся русская армия молились перед Смоленской, а в Великую Отечественную войну прославилась Казанская икона. В те тяжелые времена перед ней молились даже неверующие. Во время войны безбожников практически не было. Как я спросил одного, когда офицера, были неверующие на фронте? Он говорит, когда в атаку шли, не было ни одного неверующего. Интересно, ну как бы поверишь, что ли, легенда, я не знаю, что вот когда в Россию вернутся все четыре символа, Казанская, Тихвинская, Владимирская, и Смоленская, ну Владимирская, и Смоленская они и оставались, а Тихвинская, все знают историю, да, в результате Великой Отечественной войны она была гитлеровцами вывезена, долгое время находилась в разных местах, в том числе на территории США, но так как ее привезли обратно и Казанская вернулась, вот этот символ в крест встал обратно. То есть четыре иконы, защитницы, они вернулись. Это очень хороший, я считаю, божий знак. Они вернулись, и Россия будет возрождаться, и православие в России будет крепнуть. В России даже есть особое место, которое называется уделом Пресвятой Богородицы. Это монастырь в Дивеево. Что такое удел? В данном случае под уделом подразумевается, то есть место особого, особого молитвенного, что ли, предстательства Божией Матери за всех тех, кто здесь находится. Дивеево называется четвертым уделом Божией Матери на земле. Есть еще три. Иверия или Грузия, Афон и Киево-Печерская Лавра. Считается, что эти места находятся под особым покровительством Богородицы. И молитвы, произнесенные в этом месте, Божия Матерь точно не оставит без внимания. Вот какое-то необыкновенное место Дивеево. Живем в Нижегородской области, а благодать получаем и Иверскую, и Грузинскую, и Афонскую, и Киевскую, ну и свои Дивеевские добавляем. Монастырь появился здесь в XIX веке, а его попечителем стал иеромонах Серафим. Сегодня мы знаем его как преподобного Серафима Саровского. О нем в нашей стране слышали не только верующие взрослые, но и дети. Его раньше звали не Серафим, он упал с большой башни и не разбился. Он помогал людям, он дружил с медведем, и он жил в лесу и строил себе дом. Он был монахом, аскетом, жил в лесу, носил одну и ту же одежду зимой и летом, питался травой, а позднее тысячу дней и ночей провел в подвиге столбничества на каменном валуне. Батюшка Серафим, так его называют в монастыре, и каждое дело начинают с посещения раки с его мощами. Сам батюшка перед своей кончиной говорил сестрам, что когда я умру, приходите ко мне на гробик, и как живому, все-все-все мне рассказывайте, и я рядом с вами буду, всегда вам помогать буду. Но кто же откажется от такой помощи? Среди святынь монастыря особое место занимает канавка Божией Матери. Считается, что сама Богородица выбрала для нее место. Она явилась батюшке Серафиму и велела обнести монастырь канавой и валом. Мы сейчас с вами подошли к широкому въезду на территорию канавки. Вот это вот начало канавки, а это ее окончание. Если вы пойдете по канавке, вы проделаете тот путь, по которому в свое время прошла Царица Небесная, взяв эту землю себе в удел. Канавка – это земляной ров глубиной в триоршина, то есть 2 метра 10 сантиметров и длиной 777 метров. Траектория канавки изогнутая, похожа на незавершенный семиугольник. Считается, что каждый день по этой канавке обходит свой удел сама Богородица. Вдоль канавки идут люди. Они двигаются очень медленно и сосредоточенно что-то читают, теребя в руках четки. Оказывается, так здесь и надо молиться. Они должны идти по этой канавке и читать молитву Богородицы Деву Радуси 150 раз. Сначала надо приложиться ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице с крестным знаменем, и с целованием иконы. И, вступая на канавочку, мы делаем, совершаем крестное знамение, кланяемся, и с благоговением вступая на канавку начинаем читать. Идти надо очень медленно. Примерно это занимает 45 минут. Но если даже вы чувствуете, что вы не успеваете, ну, можно вот так вот немножечко постоять, да, помолиться и снова продолжить свой путь. Бывает, что в день по канавке проходит до тысячи паломников. Сюда приезжают люди с самыми сокровенными просьбами. Многие после молитвы набирают землю с канавки и забирают ее с собой как сокровище. Все по вере. Вот, допустим, к примеру, заболела у человека голова, да. Человек верит, что если он приложит эту землицу, да, то у него эти боли пройдут. Кто-то мне говорил, что, значит, водичку размешали, отстояли эту землицу, водичку выпили, а земличку снова высушили и в скатулочку положили. Да, это же святыня. Место очень серьезное. Благодати тут очень много. Дивеева называют небо на земле. Иначе. Вот, то есть тут как бы вот небо близко к земле. Вот идешь особенно по канавочке, иногда такое ощущение, как будто ты на небе. Для Надежды это не просто красивые слова. Она точно знает, о чем говорит. Молитва Вдивеева спасла ее от инвалидности. В 2000 году у меня произошел трагический случай в моей жизни. Как бы у меня было ранение, стреляли в собаку, попали в меня. Дробь застряла в ноге очень близко к нерву. Оперировать было бессмысленно. А через некоторое время начались осложнения. И встал вопрос об ампутации. С этого момента все надежды были только на Бога. Приехала я сюда, и мне сказали, вот тут источник батюшки Серафима есть. Вот. И я как бы поехала на него. Я с дочкой тогда была. Вот. И искупалась, окунулась, вышла с источника, и дочка говорит, мама, у тебя ноги, говорит, красного цвета, с синим отливом. Я говорю, что такое? А, говорит, вот на этой стороне, на этой ноге получилось как вот такое вот пятно сжатое. Такое вот, вы знаете, как выпуклое. Через час оно в итоге прошло. Я поняла, что я получила исцеление, нога перестала болеть. Боль и хромота прошли как по волшебству. С того момента и до сегодняшнего дня нога ни разу не беспокоила надежду. Это ее настолько впечатлило, что она переехала жить в поселок Дивеево, поближе к монастырю. Зов у меня был сюда. Ну и знаете что, я, когда приезжала, даже зимой, в лютый мороз, одевала валенки, закуталась пуховым платком, шубой, шла молиться ночью по канавке. Я вот ходила и вот просила, царица небесная, возьми меня к себе в удел свой. Я уже просто не хочу нигде жить. И вот в один прекрасный момент так все получилось. Я оказалась тут. Но звучит легко это только на словах. На самом деле, ради Дивеева она бросила любимую работу, продала квартиру и даже оставила мужа. Все говорят, какая ты решительная женщина, как ты могла все порвать, бросить мужа. У меня был муж военный, мы служили под Калугой, в военном городке. Да, инженер полка, муж у меня был, я его любила. Да, так вот получилось. Я его пять лет сюда звала. Он никак и никак. Надежда живет в пяти минутах ходьбы от монастыря. У нее есть работа. Но каждый день по вечерам она приходит сюда потрудиться. Совершенно бесплатно. Выбирает свечи, помогает в храме. Это то, что составляет основу ее жизни. И она боится представить себя без этого. Это любимое дело Божьей Матери. Я сердцем почувствую, я просто не смогу без Девиева. У меня вот такая тоска наступила в душе моей. Но вот это моя жизнь. Это мое. Картина художника Васнецова «Страшный суд». Все в ней дышит ужасом. Ангел со сдвинутыми бровями, несущий свиток с человеческими грехами. Суровый вид Христа. Иоанн Предтеча склонил голову. Ведь теперь поздно даже кается. Грешников уже ничто не спасет. Но все это смягчает одна фигура. Близко-близко к плечу сына своего склонилась Богоматерь и шепчет ему мольбу о милости и пощаде. Божья Матерь, она имела как бы такое гипертрофированное чувство материнства, которое распространялось на все человечество. И это ее чувство материнства, она относилась ко всем людям. Иисус оставил нам десять заповедей, а Богородица всего одну. Она дала ее на свадьбе в Кань. Вот ее слова. Все, что он скажет вам, сделайте. Это, по сути, рецепт счастья и завещания людям от самой Богородицы. Делайте то, что говорит мой сын. Богородица. Земной путь. Какие личные вещи Богородицы хранятся в российских храмах? Как жила Мария после смерти Христа? И как закончился ее земной путь? Путь скорби Вео-Долороса В Иерусалиме есть улица с таким названием. Она повторяет путь, который прошел Иисус перед распятием. Этот путь отмечен так называемыми станциями. На каждой что-то произошло. На первой Иисусу вынесли приговор. Здесь он был избит. Здесь упал под тяжестью креста. Заканчивается все на Голгофе. По скорбному пути Иисуса постоянно двигаются паломники. Но если вдуматься, у матери Христа Марии тоже был свой собственный путь скорби. Он не протоптан людьми и на нем нет станций. Но мы попробуем его восстановить. Жены-мироносицы и во главе безусловно Богородицы они не оставляли ни на минуту Спасителя. То есть они следовали буквально за каждым метром. Осудили Иисуса у крепости Антония. Вот здесь. Дева Мария присутствовала при вынесении приговора Иисусу. Богородица молила Пилата о помиловании, но безуспешно. Ей оставалось только молча наблюдать за происходящим. Давайте попробуем представить, как это было. Избитый и обессиленный Иисус еле стоит на ногах перед бешеной толпой, которая вопит «Распни, распни его!» И среди этого ужаса бьется сочувствием материнское сердце. Она смотрит на его волосы, спутанные ветвями тернового венка. Это когда-то были локоны, которые она гладила рукой в дни его детства. Капли крови медленно текут по бледному лицу, которое когда-то в минуты детской нежности он так доверчиво прижимал к ее груди. Она смотрит в его глаза отражающие немую муку и вспоминает дни, когда они искрили счастьем. Любая мать, которая видит ребенка своего сына страдающим, конечно, ее душу проходит оружие. Что об этом говорить и что здесь развозить до ее чувства. С другой же стороны, страдания Матери Божией наверное были больше, чем у обычной матери, видящей смерть своего сына, потому что для нее он был не это был сын и Бог. На Веа Долороса есть станция под названием «Встреча с матерью». Мария успела обогнать процессию и попыталась обнять сына в последний раз, но ее грубо оттолкнули. Это событие, хотя и не описано в Евангелии, но увековечено преданием. На этом месте сейчас армянская церковь Богоматери. Над входом в нее барельеф, изображающий встречу. Я не представляю, что она чувствовала как земная мать. Конечно, она очень переживала, наверняка она рыдала, видя все это и перенося все это. И в то же время она прекрасно понимала, что ей нельзя подойти ближе, поэтому она и стояла на расстоянии. Потому что не так просто. Вы что думаете, сопровождала вооруженный отряд. Мало ли кто его знает, этот Иисус. Нападут ученики. Поэтому там вооруженная охрана шла, но всюду, где это было можно, конечно, она шла. От самого места, как вышло на судилище, это Иродово, и дальше, до Голгофы, да, она, конечно, шла. Он идет по городу, несет свой крест, а она смиренно следует за ним. Нет ничего страшнее, чем смерть собственного ребенка. И кажется странным, что она не попыталась защитить его. А что можно было сделать? Что может сделать женщины, если ничего не могут сделать мужчины? Это можно только погубить людей. Ну, и кроме того, вполне возможно, что сам Иисус не обрадовался по такому повороту. На месте самой казни сегодня стоит храм гроба Господня. Последние станции скорбного пути находятся внутри. Одиннадцатая станция прибития к кресту. Это место сегодня обозначено алтарем. Над алтарем изображен Иисус, пригвожденный к кресту, а над ним, в немой скорби, стоит Богородица. Она не могла здесь не быть. Образ Богородицы, которую я даже попросила, дерзнула сфотографировать, страдающая Богородица, которая видит, как убивают ее я вам могу сказать, разве можем мы своими человеческими чувствами понять вообще, что это такое? Разве можем себя равнять свои человеческие материнские чувства с теми чувствами, которые испытывала Богородица? Христос страдает. Ученики его покинули. Один трижды отрекся. Иисусу кажется, что в эту минуту его оставил даже Бог. Помните слова? Для чего ты меня оставил? И только фигура Богородицы выше всеобщего страха, выше личной опасности, выше апостольского мужества. Все заменила в те страшные часы безграничная любовь матери. Каждую минуту она восходила на крест вместе с сыном. Мы с вами видим, что такое душа человеческая, когда апостолы Петр в том числе не выдерживают испытания на вот эту прочность и Петр предает Христа. И другие апостолы, их не было рядом во время крестной казни. Только Иоанн Богослов один остался стоять и мать Иисуса Христа Мария и Мария Магдалина они остались до конца. Некоторые уходили, не могли вынести ужасного зрелища казни. Мария же стояла у креста и даже не рыдала. Свои страдания она переживала молча. происходившее было слишком велико и ужасно, чтобы выразить словами. Она была немым свидетелем этих важнейших событий в мировой истории. Ей оставалось только молиться за сына. Это было великое молчание и великая скорбь. Видеть его умирающим, а потом умершим, это, наверное, самое страшное было испытание в ее жизни, это было искушение сомнения. Неужели это может быть правдой? Неужели это мой Господь вот такой, в таком состоянии? Можете представить, когда она была допущена стоять у креста. Кстати, после этого в Евангелии мы не находим уже упоминаний даже о ней. Видя, у нее был или инфаркт или я не знаю, что такое, но сердечный приступ, по крайней мере, был такой силы, что даже она первое время не появляется. Тринадцатая станция скорбного пути снятия с креста. Место, где лежало тело Христа, обозначено латинским алтарем. Под стеклом деревянная статуя скорбящей девы с дарами паломников. Здесь написаны слова «Стабет матер Долороза». Мать скорбящая стояла. У женщин бывает, вот она приходит к огробу или в храм воскресения Христова подходит, стоит и плачет. Ты стоишь и смотришь, она плачет. И ты понимаешь, что она в своей душе вот эту двухтысячереднюю историю, она воскрешает, как будто она стоит вместе с матерью Марии и Марии Магдалиной, с Иоанном богословом, будущим богословом и переживает эту смерть. Лучшие художники мира изображали разные моменты снятия с креста и перенесения тела Иисуса. На одной из картин обессиленная Богоматерь падает навзничь на руки стоящих около нее женщин, на других изображается стоящий на коленях. И все они правы в одном. Она не уходила. Она выстояла все муки. Говорят, что у умирающего жизнь проносится перед глазами, а у того, кто видит страдания близкого, наверняка тоже. она мать, но она мать всех. И поэтому она понимает, какую жертву приносит Иисус, и она понимает, как эта жертва отразится на развитии человечества. И это совсем другая история, чем если бы это просто была женщина и просто сын. Когда Христос страдает, Богоматери принадлежит первое место около Него. А когда наступают дни радости, Евангелие о ней молчит. Мы не знаем из Евангелия, являлся ли Марии Иисус после воскресения. Но, как говорит предание, она присутствовала при Вознесении. Сохранился камень, на котором по преданию она стояла. Сейчас эта территория принадлежит православному спасо-вознесенскому женскому монастырю на Елеоне. И храм свой Вознесения Господня поставил точно над этим камнем, то есть камень оказался в фундаменте, и только маленький кусочек он выпустил как бы снаружи, чтобы люди могли прикладываться. Здесь стоит самое высоко расположенное строение на Елеоне. Колокольня Русская Свеча высотой 67 метров. Говорят, в особо ясную погоду она видна даже из-за Ерихона. А до него по прямой ни много ни мало 45 километров. Монастырь стоит в мусульманском квартале, и каждое воскресенье колокол громко оповещает всех в округе во что тут веруют. Монастырь можно назвать модным словом мультинациональный. Здесь живут и арабки, и француженки, и бельгийки, и румынки, и немки. Всего 50 насельниц. Все по приезду учат русский и говорят на нем идеально, без акцента. Так на Святой земле продолжаются традиции русской культуры. Говорят на великолепном русском языке, при том дореволюционном иногда холодильник называют ледником, например. Они прекрасно читают, поют по-славянски, естественно, и вообще отличаются очень благородными манерами. В монастыре два храма Церковь Вознесения и Часовня Иоанна Предтечи. По преданию здесь была найдена его отсеченная голова. На этом месте углубление в полу. Туда с молитвами прикладываются верующие. Считается, что Иоанну Предтечи надо молиться от головной боли. Ну, да. Я, признаюсь, относилась к этому, будучи человеком верующим, ну, несколько скептически. Думая, что какая разница можно помолиться, в общем-то, кому угодно, и Богородице, и другим святым каким-то. Но вот однажды я работала с группой, и в крестном монастыре, там очень низкий вход, я распрямилась и очень сильно ударилась головой. К вечеру у меня уже мутило, голова болела жутко совершенно, и я была в ужасе, потому что впереди была рабочая неделя. А у нас как раз в конце дня был Спасовознесенский монастырь. И вот я со слезами на глазах просто вот голову свою положила в эту ямочку и просила изо всех сил Яны Претечу меня простить и мне помочь. На утро я проснулась абсолютно здоровой, как будто ничего не было. Предание рассказывает, что Мария прожила оставшиеся годы своей земной жизни вместе с апостолом Иоанном Зеведеевым, любимым учеником Иисуса. Такое завещание оставил сам Иисус. Есть несколько различных спекуляций на тему, почему Иоанн, сам Иоанн говорит, что потому, что он был любимым и потому, что больше никому доверить Иисус не мог. А кроме всего, причем, он был молодой и в принципе возник эффект, что кто о ком заботится. Он стал ей как сын. Большую часть времени Мария и Иоанн жили в Иерусалиме. Вот здесь. Дом Иоанна сохранился до наших дней. Это было самое-самое дорогое место в Иерусалиме. Так называемая западная вершина. Если хотите аналогию провести, это Иерусалимская рублевка. Кто жил на этой западной вершине? Жил сам первосвященник Иоафа. Каким образом у сына Заведея рыбака мог быть дом в Иерусалиме. И тем более, собственно говоря, в этом самом дорогом месте. Да и без этого места Иерусалим был очень дорогой город. И в Иерусалиме запрещено было жить галилеанам. Им даже невозможно было переночевать в Иерусалиме по законам городским. Поэтому это загадка, на которую нет ответа. Получается, что Иоанн был обеспеченным человеком. Поэтому у Марии не было необходимости работать. Отныне жизнь Богородицы была в молитве. Она никогда не выступала с проповедью. Суть христианского учения для нее была не в словах, а в поступках. Она сама была образцом смирения и молчаливости. Подавала нищим, ухаживала за больными, пеклась о сиротах и вдовах. В 44-м году Ирод Агриппа начал преследовать христиан. Он обезглавил апостола Иакова, затем заключил в темницу Петра. И тогда апостолы и Богородицы решили оставить Иерусалим. По преданию они бросили жеребий, чтобы решить, кому куда отправиться. Богородица достала Северия или Грузия, но ей явился Иисус и велел отправить туда вместо себя Андрея Первозванного. Он и стал проводником христианства в Грузии, а Богородица оставалась в Иерусалиме. Богородица Земной путь Как жила Мария после смерти Христа? Где можно поклониться могиле Богородицы? И как закончился ее земной путь? Успение В православии это один из двенадцати главных праздников. Успением называют смерть Богородицы. Умерла она тихо. Христиане говорят не умерла, а уснула. Это случилось в Иерусалиме, в том самом доме Иоанна. Сегодня он называется Дермицион. Название и переводится как усыпальница. На месте дома Иоанна сейчас расположен огромный церковный комплекс. Он основан и построен немцами. И сейчас чувствуется это влияние. Сотрудники говорят по-немецки. Везде чистый образцовый порядок. комплекс даже больше похож не на церковь, а на музей современного искусства. Здесь, как ни странно, бывают и выставки. Мы, например, попали на выставку оригами. А во дворе работает сувенирный магазин и кафетерий. Кстати, это единственные в мире кафетерии, расположенные на территории христианского храма. Может, потому, что часть комплекса посвящена событиям Тайной Вечери? И немцы решили дать возможность паломникам почувствовать себя участниками той пасхальной трапезы Иисуса с учениками. Внутри комплекса есть крипто с камнем, на котором, по легенде, усопла Богородица. Многие путают место Успения и гробницу Богородицы. Это два разных места, к тому же расположенных чуть ли не в противоположных концах старого города Иерусалима. Гробница Богородицы находится в Гефсимании, у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон. На месте гробницы расположена подземная церковь. Вниз ведут 48 ступеней. На улице яркое солнце, а здесь холодно, как в катакомбах. Заходишь и как будто попадаешь в другой мир. Особенные запахи, звуки, ощущения. Место совершенно особенной атмосферой. Здесь нет толп и заполошенных экскурсоводов. Можно настроиться на энергетику веками намоленных стен и икон. мастер мастер Все там начали что-то рассматривать, фотографироваться. Я тоже фотографировалась где святые места, в монастырях. Но у гроба Матери Божией я вот ощутила, что что-то такое. То есть я там не могла фотографироваться, это кощунство какое-то. Я до сих пор, уже прошло сколько, наверное, лет 8, я до сих пор рассказываю, а у меня слезы на глазах. Это, конечно, удивительное место. Свечи за здравие и за упокой можно ставить рядом. Потому что погребения и воскресения произошли в одном месте. Это правило действует всего в двух храмах. В храме гроба Господня и здесь, в гробнице Богородицы. Я вообще там ничего не прошу. Там просто осознание того, что ты просто прикоснулся к истории. Бог же сам знает, каждое сердце и знает, что ему потребно. Поэтому у меня не возникает мысли что-то попросить там. У меня как-то не получается. Может быть, люди, наверное, более как-то знают, как просить. Я не умею. Подземная церковь За кувуклии есть икона в розовом мраморе. Иерусалимская икона Божией Матери. Менделевидные глаза, взгляд с поволокой, восточный нос. Если выйти на улицу в израильском городе, можно и сегодня встретить дам с похожими чертами лица. Был такой старец, недавно он умер, Паисий Святогорец, которого любят и знают многие православные и в России, и в Греции. Он не раз видел Богородицу. Она не раз ему являлась, жил он на Афоне. И вот как-то его спросили, как Матерь Божия выглядит, на какой из икон она похожа на себя. И он ответил, она такая, как на Иерусалимской иконе в Иерусалиме. В этом же гроте находится захоронение родителей Богородицы от лестницы в нишу. Здесь можно увидеть очень редкую святыню. Икону родителей Марии Богородицы. Она находится в общем доступе. Можно подойти, посмотреть, прикоснуться. Я всегда говорю, что вот когда уезжаю оттуда, чтобы Бог дал мне возможность туда попасть еще раз. Не для того, чтобы что-то попросить, а вот чтобы, видимо, что-то как, знаешь, как металл, когда обжигают, нас же, на нас чего только нет. Когда металл обжигается, примеси все уходят, остается чистое железо. Вот хочется какой-то чистоты, наверное, там вот как раз эти ощущения в полное появляются. Гробница Богородицы была вскрыта в VII веке по решению VI Вселенского собора. Считается, что именно здесь нашли пояс и ризу Девы Марии. Они сохранились до наших дней. Пояс Богородицы сегодня хранится на Афоне. Его привозили в Россию в 2011 году. Очередь к нему тогда растянулась на 8 километров. Люди стояли более суток, чтобы поклониться святыне. А спустя 9 месяцев в каждом из городов, где побывала святыня, отметили всплеск рождаемости. Журналисты назвали его «благодатный Бэби Бум». Медики не нарадуются. Детей родилось столько, сколько не было за последние лет 20. Настоящий Бэби Бум многие связывают именно с тем, что прошлой осенью по российским городам провезли пояс Богородицы. Прошло 9 месяцев, и женщины будто сговорились. Мама мне сказала о том, что вот по России везут пояс Богородицы, он как раз помогает беременным или кто хочет родить, ну и вообще матерям, давай съездим, приложимся. Расстояли мы там 14 часов, а попали мы уже где-то в районе 11 вечера только туда. Это был акт отчаяния. До сих пор врачи 10 лет пугали Варвару диагнозом бесплодие. Из-за этого развалилась ее семья. После 7 лет безуспешных попыток родить ребенка, они с мужем расстались. Это было, конечно, очень тяжело, потому что, ну, мы оба приняли это решение расстаться, чтобы как бы не тратить друг друга время. И вот мне вот действительно было очень тяжело. Она переживала это. Вот сначала мне казалось, что, собственно говоря, ну, она это, в общем-то, ну, не дается, как говорится, ей свыше это счастье, материнство, но не всем. Но то, что она реально переживает, я поняла тогда, когда женился мой сын, и его жена забеременела. Как вы думаете, что с ним могло быть? Варя вышла замуж во второй раз. Поезд Богородицы был для нее последней надеждой. Попасть к святыне в Москве у Вари не получалось. Надо было улетать в командировку. А они с мамой купили билеты на поезд и поехали ради этого в Санкт-Петербург. Говорю, Варя, нам надо ехать с тобой. Я говорю, обязательно нужно вдвоем, потому что я вот считаю, что в такой ситуации мать обязательно должна быть рядом. Одно дело, когда ты сам молишься, и другое дело, когда за тебя молится твоя мать. Вот у меня было ощущение, что я делаю что-то очень важное и очень нужное. И что вот как будто Бог меня вот испытывает. Если я вот сейчас отстаю, то он, наверное, подумает и решит, что все-таки, наверное, я уже заслужила ребеночка. Прошел год, и Варя угодила в больницу с какими-то странными недомоганиями. Она мне звонит и говорит, мам, ты знаешь, я так себя чувствую плохо. Ты знаешь, у меня, говорит, наверное, аппендицит. Ты знаешь, вот у меня тут тянет, у меня тут болит, у меня, в общем, ты знаешь, меня даже с работы отпустили. Слава Богу, на УЗИ аппендицита не оказалось. Девочки вокруг тоже лежат, кто беременна и кто это. Они говорят, сделай тест, но вдруг ты беременна? Я говорю, да нет. Я говорю, да точно. Я говорю, мне постоянно бесплодие столько лет ставит. Я говорю, и сейчас лечишь ты тоже от какого-то бесплодия. Я говорю, как я могу быть беременна? Они, да нет, ну сделай. Я его сделала, он оказался положительный. Я, конечно, была в шоке. Заходит врач, говорит, ну, в общем, мы решили тебя выписывать, потому что, ну, в общем, уже не видим смысла тебе тут оставаться. Вроде как мы тебе все вылечили. Я ей протягиваю тест, я говорю, а вот это вы будете лечить? Всю беременность Варя носила при себе поясок Богородицы. Его выдавали каждому, кто прикладывался к святыне. Верующие носят его при себе как защиту или оберег. Варя не сомневалась, благодаря ему она выносит и родит здорового малыша. Все так и вышло. В назначенный срок у Варвары родилась дочка Амелия. Голубоглазое чудо с пушистыми ресницами. После рождения дочери свой поясок она решила отдать женщине, которая так же, как она, мечтает родить ребенка. Ее мама разместила в интернете пост, описала все, как было, и обещала отправить поясок, первый откликнувшийся. Мне написала женщина молодая Анна. Мы отправили, выслали все. Она нам подтвердила, что она получила этот поясок. Единственное, я попросила, говорю, ну, вы, пожалуйста, напишите. Чудо произойдет, вы, пожалуйста, у нас тоже. Мы уж теперь уже не чужие люди вам. В Варваре врачи по-прежнему ставят диагноз бесплодие. Но она уже не верит в эти сказки. И точно знает, Богородица ее не оставит. А ее желание родить второго ребенка тоже обязательно исполнится. Да, абсолютно. Абсолютно верю. Я считаю, что моя дочь – это просто, я не знаю, высшее чудо, которое вот я могла получить в этой жизни. То есть вот настолько я теперь верю во все это. Но ехать к святыне на край света и стоять в очереди несколько суток совсем не обязательно. Частица пояса Богородицы постоянно хранится в одном из московских храмов. И к нему можно приложиться безо всяких очередей. Это церковь пророка Ильи в Обыденском переулке рядом с метро Кропоткинская. Прийти сюда можно в любое время с восьми часов утра до позднего вечера. Частица Риза Богородицы также есть в России. Ее в XV веке привез из Константинополя Дионисий Суздальский. Святыня хранилась у музея Успенского собора в Кремле. А в 2008 году была передана в Храм Христа Спасителя. Здесь она хранится до сих пор. Есть еще один храм в Москве, где можно помолиться перед частицей Ризы Божией Матери. Это церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове. Всего 10 минут ходьбы от метро Автозаводская. По преданию, Мария воскресла так же, как и Иисус. На третий день после похорон приехал апостол Фома. Он захотел проститься с Марией. Апостолы открыли гроб, чтобы Фома мог попрощаться с Богородицей, но тела там не было. В этот же день вечером за ужином апостолом явилась сама Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Кажется, что она прожила горькую жизнь. Но это только на первый взгляд. Ведь не зря же именно ей было доверено рождение Спасителя. Значит, бытовые, земные трудности были для нее не главным. Жертвенная любовь и бесконечное терпение подняли ее на высшую духовную ступень. Конечно же, это была счастливая, сложная жизнь. Потому что, когда ты становишься матерью по явлению ангела и понимаешь, какая на тебе ответственность и миссия, это всегда... Ну, трудно даже представить себе такое. Счастливая жизнь, потому что осознание того, кого ты смогла явить миру, и через тебя, какие, говорят, силы, это только счастье, мне кажется. Ну, как может прожить несчастную жизнь женщина, у которой такой сын? Я думаю, что да, она прожила счастливую жизнь. Она полностью реализовалась как мать. И я думаю, что такой жизни можно было сказать спасибо. Мы хорошо осознаем подвиг Иисуса. А о подвиге Богородицы говорят гораздо реже. Она сопровождала каждый этап пути Христа. Была рядом и в скорби, и в радости. При этом выдержала все испытания, как женщина и как человек не возгордилась, не разочаровалась, не свернула со своего пути. Среди людей она была ближе всех к Богу. Если даже наши грехи уже превосходят все допустимые меры, и как бы уже надеяться нам на милость Божию, совесть просто не позволяет, мы можем возопить к Богородице. И ее молитва может преклонить к нам милосердие Божие, там где-то кажется уже невозможным по человеческим понятиям. Мы так привыкли просить и получать от нее просимое, что забываем о главном. Она тоже прожила жизнь обычного человека в страданиях и смирении. Поэтому она лучше других понимает все наши беды. После успения она молится за всех грешных, слабых и вечно нуждающихся в помощи. И подвиг ее материнского служения продолжается и сегодня. Продолжение следует...